МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семья Мартироса Сарьяна, одна из армянских семей нового Нахадживана. 109 лет и один день. Военно-воздушные силы Израиля вновь нанесли удар по Бейруту. Фильм «Господин Азнавур» в день первого показа в кинотеатре Франции набрал более 100 тысяч просмотров. После 44-дневной войны 2020 года и насильственной депортации армян из Арцаха в 2023 году Баку на государственном уровне уничтожает и искажает армянское культурное наследие Арцаха. Под угрозой мемориальные комплексы, посвященные героям Арцахской освободительной войны и жертвам геноцида. Исторические кладбища в Шуши и Сыкнах. Также церкви и монастырские комплексы Суп, Амбарцум, Бердзора, Ганзасара, Дадыванка и прочие. Баку также искажает культурные ценности, представляя их как албанские или православные. Международные организации, в том числе ЮНЕСКО, ИКОМОЗ и ЕАА, неоднократно осуждали направленные против армянского наследия действия. Однако Баку отверг международную мониторинговую миссию в Арцахе, заявив, что это внутреннее дело. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азули подтвердил необходимость мониторинга наследия Арцаха. Однако Баку категорически отверг это. Международные правозащитные организации, такие как Геноцид ВОЧ и ГУМАН РАЙТС ВОЧ, заявили, уничтожение армянского наследия это часть культурного геноцида с целью стирания исторического армянского присутствия в регионе. Правозащитники призывают предпринять конкретные шаги для предотвращения политики Баку по уничтожению наследия, что еще не было реализовано международными структурами. Вице-председатель АНК Левон Зурабян в опубликованном на странице Facebook заявлении коснулся статьи в журнале Newsweek советника президента Азербайджана Ильхаму Алиева Хикмекка Гаджиева. Пытаясь оправдать отказ Баку от мирного договора с Арменией, Гаджиев утверждает, что Конституция Восточной Армении является препятствием для мира. АНК считает это утверждение ложным. В заявлении Зурабян отмечает, данная ложь Баку является результатом провала дипломатии Пашиняна. Это позволяет Баку продолжать свою пропаганду на международных площадках. Множество традиционных праздников, связанных с армянской идентичностью и культурой, сохраняются по сей день, являясь одними из основных средств восстановления исторических и духовных ценностей армянского народа. Праздник Новосард – это часть тех ценностей, возвращающих нас к верням и вдохновляющих на новую жизнь среди руин армянства. Литературное творчество Даниэля Воружана, в частности, его поэма «Новосард» является вдохновляющим призывом к новому возрождению. Чувствуется призыв к историческому прошлому, приправленный видением возрождающего армянства. Воружан обращается к гению Айкян, побуждая его возродить наше наследие, оснастить армянскую лиру и возвысить заслуги армянского народа. Фотография, сделанная в 1896 году, представляет семью великого армянского художника Мартироса Саряна, сохраняя духовную и историческую связь семьи с новым Нахеджеваном. Слева направо на фотографии члены семьи Саряна. Сестра такой сидит, братья Сироп и младшая сестра Катарины стоят. За матерью Устьяны стоит Мартирос, будущий великий художник, чье искусство было тесно связано с армянским национальным духом и природой. Образ семьи Сарян свидетельствует о прочных связях, традициях и культуре армянских семей, которые сохранились на протяжении поколения. Армянская община нового Нахеджевана духовным и культурным наследием оказала большое влияние на личное и творческое развитие Мартироса Саряна. В Западной Армении это не просто мечта, не случайный образ нескольких тысяч братьев, идеалистов в поисках невозможного. Это разбросанная по всему миру наша мать Армения, всех, кто оторван от своих корней. У него есть права, контракты и соглашения, которые остались без внимания, так как их никто не защитил. Многие до сих пор не осознают, что после распада Советского Союза Республика Армения Ереван решила отделиться и стать независимым государством, забыв, что является неотъемлемой частью Западной Армении. Восточная Армения, которую мы признаем не включая остальных своих братьев, провозгласила себя безоговорочным и законным представителем армянства, спел свой гимн и народ провозгласил ее победителем. Нас, армян диаспоры, переживших геноцид миллионы. Наш взгляд на Западную Армению, нашу родину мать, нашу тысячелетнюю Армению, которая уже в 1920 году получила международное признание как государство. Уточним, как для армян диаспоры, так и для армян Еревана, Сюника Арцаха Инна Хадживана, наше тысячелетнее государство Армения, наша мать Армения. Она не игрушка и не пустая мечта. Кто-то сказал, Армения это то, что мы имеем. Наши братья, родившиеся в Ереване и в разных уголках мира, должны знать. Есть одна Армения, расширененная ударами судьбы, и она наша. Чем быстрее мы это поймем, тем скорее мы восстановим свои права и будем бороться за справедливость. Дом, покинутый на время, не перестает принадлежать настоящим владельцам, даже если в настоящее время его занимают злоумышленники. Раймонд Рубен Берберян. Войны и воздушные силы Израиля вновь нанесли удар по району Шуфа-Ифат на юге Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости. Из района многоэтажных жилдомов поднялся дым. В среду вечером израильские самолеты нанесли 17 ударов по южным пригородам Бейрута. Один из ударов был нанесен по офису Ал-Майад-День. Фильм «Мехли Идира» и «Гранд Малада» господин Азнавур с Тахаром Рахимом в главной роли в среду 23 октября стал лидером по просмотру в кинотеатрах Франции, собрав более 70 тысяч зрителей в 548 залах. С учетом предварительных показов число достигло больше 101 тысячи, что свидетельствует о большом успехе фильма. Согласно Алло Тин, фильму «Господин Азнавур» зрители дали высокую оценку 4,2,5 балла, что также свидетельствует об успешном запуске фильма. Превысив 100 тысяч просмотров, первый же день в фильм «Господин Азнавур» похоже уже входит в число самых популярных фильмов года. Большой успех фильма отражает исключительную роль Шарля Азнавура как символа армянской культуры и мировой музыки. Своей индивидуальностью, музыкой и голосом Азнавур объединил нации, прошлое и настоящее, передавая общечеловеческие ценности. Фильм подчеркивает невообразимое влияние и историческое наследие Азнавура, напоминая о глубине искусства и безграничной важности армянской идентичности. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!